В этом видео мы разберемся, как трем поросятам поделить расходы на строительство дороги с помощью кооперативной теории игр. А заодно освоим две концепции дележа. Вектор шепли и нуклеолус. Поехали! Представим себе, что волка давно прогнали из леса. И через лес проложено шоссе. От шоссе отходит проселочная дорога. Тут домики трех поросят. Домик Ниф-Нифа находится в 600 метрах от шоссе по проселочной дороге. Домик Нуф-Нуфа находится в километре 200 метров от шоссе. И домик Наф-Нафа далеко-далеко в лесу в 4 километрах 200 метрах от шоссе. Но эту дорогу регулярно размывает дождем. И поэтому три поросенка решили заасфальтировать дорогу от шоссе до своих домиков. И соответственно им надо как-то поделить расходы. Потому что если мы заасфальтируем от шоссе до домика Наф-Нафа, мы потратим на это 42 рубля. Ну допустим, что асфальтирование 100 метров дороги стоит рубль. Мы потратим 42 рубля, но этой дорогой будет пользоваться и Наф-Наф, и Нуф-Нуф, и небольшим участком Ниф-Ниф. Поэтому наша задача поделить расходы на строительство дороги. И соответственно мы будем не так на глазок. Ну давайте вот поделим на глазок. Да, по-братски там или какие-то еще способы лежа. Мы будем применять концепцию теории игр, поэтому мы сначала формализуем эту игру. В кооперативной теории игр мы говорим о стоимости каждой коалиции или о выигрыше каждой коалиции. Ну давайте посмотрим, если бы Ниф-Ниф сам асфальтировал дорогу для себя, то сколько бы он потратил? Да, давайте занумеруем игроков. Ниф-Ниф будет первый, он ближе всех к дороге, Нуф-Нуф будет второй и Наф-Наф будет третий. Для удобства. И сначала мы пишем расходы, которые были бы у каждого игрока по отдельности. Расходы Ниф-Нифа были бы 6, расходы, если бы отдельно Нуф-Нуф строил для себя дорогу и никого другого не было бы, были бы 12 рублей. И расходы на Наф-Нафа, если бы он отдельно строил дорогу и никого другого не было, были бы 42 рубля. Дальше в кооперативной теории игр мы описываем стоимость каждой коалиции. Ну коалиции это под множество игроков. Ну например, коалиция из Коалиция 1-2, коалиция из Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. Если бы Ниф-Ниф и Нуф-Нуф строили дорогу для двоих себя, то они бы заасфальтировали вот этот участок. Оба были бы довольны и потратили бы они бы 12 рублей. Коалиции с первого и третьего игрока, это из Наф-Нафа и Ниф-Нифа. Если бы Наф-Наф и Ниф-Ниф жили только вдвоём, и они заасфальтировали всю дорогу целиком, потратили бы на это 42 рубля и были бы оба счастливы. Коалиция из Наф-Нафа и Нуф-Нуфа сколько стоит? Правильно, 42 рубля. И наконец, то что называется большая коалиция, то есть если все три игрока хотят осуществить свои желания, то им на это надо потратить издержки на осуществление желания коалиции 1-2-3. Им надо потратить 42 рубля, тогда все три игрока будут ездить по асфальтированной дороге от шоссе до дачного домика. И теперь мы, теперь игра кооперативная задана, задана стоимость каждой коалиции, теперь мы хотим поделить расходы. То есть мы хотим некое решение, некий делёж, то есть мы хотим некий делёж, какой-то вектор Х, который бы говорил, сколько должен из этих 42 заплатить первый, второй, третий игрок, чтобы было, ну, в каком-то смысле по справедливости. И дальше возникает вопрос, как аксиоматизировать вот это такое понятие по-братски, по справедливости. Ну, поровну понятно, как надо 42 на 3 поделить, но нас не интересует просто поровну, нас интересуют какие-то другие аксиомы. И среди аксиом одни, ну, бывает, можно верить в разные аксиомы, да, я могу желать разных аксиом, я могу их находить хорошими. Ну, например, 4 аксиомы, которые можно выделить, это первая аксиома, давайте я другой цвет возьму, первая аксиома, это эффективность. Эффективность означает, что мы не потратим в этом векторе больше, чем нужно большой коалиции, да. Ну, было бы глупо, если бы мы пришел какой-нибудь администратор и сказал бы, так, с каждого по 100 рублей и вам будет дорога, да. Ну, они и так могут за 42 сделать, поэтому первое требование это эффективность. Ну, это применимо, конечно, к любой задаче, не обязательно к этой про трех просят, понятное дело, что мы можем стоимость коалиции задать в разных совершенно задачах. Ну, в этой задаче это сводится к простому уравнению, что x1 плюс x2 плюс x3 равно 42. Ну, а так, эффективность это аксиома в любой задаче дележа в кооперативной теории игр, которая говорит, что сумма x равна стоимости большой коалиции из всех игроков. Вторая аксиома, она может быть не совсем применима к этой задаче напрямую, да, но, тем не менее, она тоже разумна, что, некое вот требование справедливости, что одинаковые игроки должны платить или получать, в зависимости от того, это платежи или выигрыши, одинаково, да. Давайте вот так напишем симметричность. В этой игре у нас нет симметричных игроков, да, но если бы у нас, скажем, Ниф-Ниф жил на шестом на расстоянии 600 метров, и тут еще вот был бы по соседству тоже на расстоянии 600 метров был бы домик Винни-Пуха, тоже на расстоянии 600 метров, то я бы сказал, что от концепции дележа я хочу, чтобы Ниф-Ниф и Винни-Пух, который жил бы здесь же, да, ну, в соседнем домике на расстоянии 600 метров, я бы хотел, чтобы они платили за дорогу одинаково, да, то есть симметричность. Одинаковые игроки должны платить одинаково. Одинаковые игроки платят или получают, в данной задаче мы делим платежи, поэтому они платят, но мы могли бы делить выигрыши, если это, скажем, музыканты, которые играют в метро, или там какие-то компаньоны, которые делят награбленное золото. Одинаковые игроки платят или получают в другой ситуации одинаково. Третье требование, которое тоже напрямую не относится к этой игре, но поскольку мы строим концепцию для произвольных игр, а не конкретно для игры про трех поросят, третье требование состоит в том, что болванчики, это такие игроки, которые, ну, никак не влияют на платежи. Они, соответственно, ничего не платят, ничего не получают. Болваны не платят и не получают. Давайте я поясню, что означает игрок-болван. Их нет в этой игре, но в какой-то другой могли бы быть. Болваны не платят и не получают. Ну, например, если бы был какой-то игрок, ну, например, кто у нас, кроме Винни-Пуха есть, ну, например, кролик был бы, и кролик, вот у него домик был бы вот здесь, прямо на шоссе, и, соответственно, ему вообще не надо асфальтировать дорогу. И логично, что платеж кролика в такой игре, странно его заставлять платить какую-то сумму, это явно чувствуется какая-то несправедливость. Если ему не нужна дорога, он там живет, вот, например, вот здесь, да, какой-то четвертый игрок, то логично, что он ничего не платит и ничего не получает. И последнее требование, на самом деле, самое сильное, которое может быть немножко наименее интуитивно, это линейность концепции решения, линейность вот этого вектора дележа x в зависимости от c. То есть я хочу, чтобы этот вектор x, вектор решения, зависел бы от вектора из 7c, и я хочу, чтобы он зависел линейно. То есть что это в бытовом смысле означает? В бытовом смысле это означает две вещи. Первая вещь — это корректно проводимая какая-то деноминация, то есть если я пересчитаю вот это у меня расходы, скажем, в рублях, и у меня есть какая-то концепция решения, которая говорит, как поделить расходы в рублях. Если я домножу все суммы на 100, я хочу, чтобы моя концепция решения домножила бы ответ на 100. Это первая идея. И второе требование, ну, то есть линейность — это возможность вынести константу, да, то есть x от αc равно α на x от c. И второе требование к линейности состоит в том, что если у меня есть две игры, ну, допустим, они хотят асфальтировать дорогу, да, а потом хотят провести освещение, то тогда у меня возникает две задачи дележа. Да, одна задача дележа, как поделить расходы на строительство дороги, вторая задача дележа, как поделить расходы на освещение, да, и, соответственно, решения этих задач должны быть согласованы, что если я собираюсь сразу делить совокупные расходы на освещение и на строительство, то они будут поделены как расходы на освещение, плюс так, как будут поделены расходы на строительство. То есть, какой-то x от какого-то c плюс d должно давать x от c плюс x от d. То есть, еще одно требование — это линейность. Если у меня есть расходное строительство и расходное освещение d, тоже вектор из 7 чисел d, то вот требование линейности есть. И оказывается, что если я верю в эти 4 требования, если я верю в эффективность, симметричность, то есть, болваны не платят и не получают, и я верю в линейность моего вектора x по вектору c, то оказывается, это не очевидно. То есть, это вообще никак не очевидно, и читатель и слушатель не должен думать, что я не догадался. Нет, это некая теорема. Это некая теорема. Оказывается, существует единственное правило дележа, которое удовлетворяет этим 4 аксиомам. И это правило дележа называется вектор шепли. Существует единственная функция x от c, удовлетворяющая всем 4 правилам. Она называется вектор шепли. И сейчас я скажу, как она устроена. Устроена она немножко, ее удобно рассказать в терминах теории вероятностей. И, соответственно, теперь мы верим в 4 предпосылки об эффективности и симметричности. Болваны получают ноль и линейность. И посмотрим, как же выглядит концепция решения вектор шепли, единственная, которая удовлетворяет этим предпосылкам. Она говорит следующее. Пусть игроки, наши 3 поросенка, появляются в этом лесу в случайном порядке и каждый достраивает то, что ему нужно. Вектор шепли это просто средние расходы каждого игрока. То есть мы будем пускать наших трех поросят в лес в случайном порядке. То есть игроки входят в случайном порядке. И мы просто считаем средние расходы. Вектор шепли измеряет средние расходы каждого игрока. Вектор шепли измеряет средние доп. расходы каждого игрока. Давайте попробуем посчитать. Поскольку у нас игроков 3, то появляться в лесу, строить свои домики и прокладывать дорогу до себя, они могут в одном из 6 порядков. Давайте перечислим просто все эти порядки появления поросят в лесу. Понятное дело мог появиться сначала первый, первый это ниф-ниф, потом второй, потом третий. Мог появиться сначала первый, потом третий, потом второй. Мог сначала второй, первый, третий, второй, третий, первый, третий, первый, второй, третий, второй, первый. И мы посчитаем, соответственно, доп. расходы каждого из трех игроков. Первого, второго и третьего. Итак, игроки входят в случайном порядке. Если возможно всего 6 порядков, посмотрим порядок, когда первым в лес приехал поросенок ниф-ниф. Он тогда построил себе домик, провел к нему дорогу, асфальтированную заплатил, 6 рублей. Вторым появился Нуф-Нуф, он доасфальтировал оставшиеся 600 метров до себя, заплатил еще 6 рублей. Третьим пришел Наф-Наф, заасфальтировал оставшиеся 3000 метров, заплатил 30-ку. Это первый вариант. Второй вариант. Если первым пришел в лес Ниф-Ниф, построил, асфальтировал дорогу для себя, заплатил 6 рублей, затем по протоколу приехал Наф-Наф. Наф-Наф сразу заасфальтировал до Ниф-Нифа, дальше не надо было, потому что Ниф-Ниф уже в лесу. И Наф-Наф заплатил 42 минус 6, 36 рублей. Вот это Наф-Наф третий платит, мы пишем это в третий столбик. Ну а когда приехал Нуф-Ниф, то платить уже ничего не надо было, дорога уже есть, он халявщик, он платит дополнительные расходы 0. Смотрим еще один случайный порядок. Первым приезжает, ну давайте сразу два раз смотрим, чтобы быстрее было дело, Нуф-Нуф. И тут и тут первым приезжает Нуф-Нуф. Ну раз он первым приезжает, он строит дорогу для себя, он значит вот платит 12, мы это пишем во второй столбик, это платит Нуф-Нуф. Ну дальше давайте смотреть, поскольку первый уже ничего не платит, он уже приехал, дорога аж до Нуф-Нуфа есть, то неважно первый приходит вторым номером или первый приходит в конце в лес, он уже ничего не платит. у меня тут 0. А в любом случае Наф-Нафу приходится строить дорогу от Нуф-Нуфа до себя, поэтому расходы Наф-Нафа вот здесь везде 30. Ну и наконец, если первым в лесу появляется Наф-Наф, давайте сразу вместе два случая рассмотрим. То, что происходит. Наф-Наф сразу выходит, строит дорогу до себя, сразу платит 42. Это платит Наф-Наф, поэтому мы пишем по троечку эти расходы. А оставшиеся два игрока, когда появляются дорогу уже полностью проложено, и поэтому они выступают халявщиками, они ничего не платят. И если мы верим в 4 предпосылки, предпосылку о симметричности, то есть одинаковые игроки платят или получают одинаково, одинаковые предпосылку эффективности, то, что мы не заставим наших поросят платить больше, чем 42. Болваны, то есть если бы у нас был какой-то поросенок, которому дорога вообще не нужна, который не готов платить, мы бы его и не заставили платить, и предпосылку о линейности, о том, что если мы переводим в другие дницы измерения или рассматриваем сумму двух игр, то мы должны соответственно линейно менять платежи, то оказывается, что нам просто надо по теореме Шепли, нам надо просто усреднить для каждого игрока его расходы при случайном входе. Ну, 6 плюс 6 плюс нули делим на 6, получаем 2. 6 плюс 12 плюс 12 делим на 6, получаем 5. И, соответственно, 30 плюс 30 плюс 30 — 90. Нет, давайте по-другому. 30 плюс 30 плюс 42 — да, это у нас будет 102. Еще 30 плюс 30 плюс 42 — это еще будет 102. Да, это уже будет 204. Еще 6 — это 210. 210 делим на 6, получаем 35. И это, соответственно, вектор Шепли. Вектор Шепли, если вы видите в 4 предпосылки, вы обязаны выбрать вектор Шепли. Это теорема неочевидная. И мы получаем, что согласно вектору Шепли первый поросенок должен заплатить 2 рубля, второй — 5, и третий — 35. Заметьте некий контринтуитивный эффект, что этот дележ не пропорционален длине дорог. Числа 2, 5 и 35 не относятся как 6 к 12, к 42. Но мы можем легко убедиться, например, в эффективности. Если мы сложим 2 плюс 5 плюс 35, мы получим 42. То есть мы не заставляем поросят платить больше, чем они могли бы. Это, соответственно, первая концепция дележа, концепция вектора Шепли. Она очень легкая для вычислений. Она используется, например, в компьютерных науках, когда надо поделить эффективность между различными предикторами. Мы хотим предсказать какой-то Y, и у нас есть много предикторов, и мы хотим понять, какой вклад выносит каждый из них. Вот можно оценить вклад каждого предиктора по вектору Шепли. Это те же поросята-предикторы. А расходы в данном случае будут, наоборот, доходами. Это качество прогнозов, которые дает данный набор предикторов. И давайте посмотрим еще одну концепцию. Она немножко более сложная для вычислений. Называется нуклеолус. Но она достаточно легка для понимания. Переходим ко второй концепции решения к нуклеолусу. Нуклеолус озабочен не четырьмя представлениями о справедливости, которые мы формализовали в эффективность. Болван получает ноль, симметричность и линейность. А нуклеолус, который тоже существует, единственный, он озабочен устойчивостью. Следующая концепция это нуклеолус. Давайте пусть он будет вектором Y. Тоже будет Y1, Y2, Y3. Соответственно, что мы хотим? От нуклеолуса. От нуклеолуса мы хотим идейно устойчивости. А формализуется это в следующем. Для каждого дележа мы можем посчитать недовольство или наоборот выигрыш каждой коалиции. Давайте посмотрим на вектор Шепли, который у нас был 2,5,35 и посмотрим выигрыш у каждой коалиции. Давайте составим такой значит тут вот у нас будет коалиция, тут у нас будет скажем вектор Шепли. Давайте назовем его X. Это вектор Шепли. И посчитаем соответственно удовольствие. Можно с плюсом считать, может с минусом удовольствие или неудовольствие каждой коалиции от каждого конкретного дележанта. Давайте посмотрим, какие у нас коалиции есть. У нас есть коалиции, состоящие из одиноких игроков 1,2,3. Есть коалиции, состоящие из двух игроков 1,2,1,3,2,3. Ну и в принципе есть большая коалиция 1,2,3. И давайте посмотрим, какое удовольствие или профит выигрыш коалиции в векторе Шепли. Первый игрок, сам B, если бы он отсоединился и строил дорогу за шесть, живя в одиночку одиноко в лесу, а тут ему говорят, а ты всего два заплатишь и у тебя дорога будет. С его точки зрения это круто. Вместо того, чтобы в одиночку шестерочку платить, он платит двоечку и соответственно его удовольствие, ну давайте удовольствие писать с плюсом, а не удовольствие с минусом, его удовольствие это плюс два. Ой, плюс четыре, извините. Два это он платит, а шесть он как бы, если бы один в лесу жил, да, поэтому тут как бы бонусно в эту деревню подселиться и за два получить дорогу в расстоянии в шесть. Вот. Второй игрок, он бы, если бы в одиночку строил, он бы платил 12, а тут ему говорят заплати 5 и будет дорога до твоего дома. Ну круто. Он получает удовольствие в семь от вектора Шепли. Третий игрок получает удовольствие от вектора, ну как бы, он должен был бы заплатить за дорогу 42, а тут он платит 35, тоже семерочка, но давайте дальше смотреть. Если бы первый и второй жили в одиночку, то они бы построили дорогу для двоих себя за 12, а в векторе Шепли им говорят, для первого и второго дорога обойдется в сумме 7. 12 минус 7, это будет, давайте я здесь напишу расчет, я беру 12, вот она, минус то, что надо заплатить в векторе Шепли, минус 5, получается, ой, минус 7, извините, в векторе Шепли им надо заплатить 7, получается 5. Дальше. Первый и третий игрок, если бы они в одиночку жили в лесу, они бы платили 42, а так им надо заплатить 37, 37 им надо платить, коалиции с первого и третьего игрока, и, соответственно, я получаю 42, минус 37, я получаю 5. 2, 3, 42, минус 40, получаю 2, ну и коалиция большая, она ничего не получит, ну, по сравнению с, как бы, в отдельной, она в силу эффективности вектора Шепли, тут 0x стоит. Вот. Так вот, нуклеолус, он устроен совершенно по-другому, он говорит, давайте подправим вектор x так, чтобы максимально, чтобы самое недовольное, кто у нас самый недовольный, смотрите, это доволен на 7, это доволен на 7, прям в шоколаде, да, это доволен на 4, эти довольны на 0, но тут им нельзя улучшить, да, если, вот эти, положение вот этих не улучшаемо, да, а идея такая, надо взять самых недовольных, да, самых недовольных и попытаться улучшить, то есть, вектор нуклеолус говорит, что мы хотим, нуклеолус говорит, давайте найдем такой дележ, найдем такой дележ, у что мы минимизируем недовольство самой недовольной группы, или максимизируем удовольствие самой неудовлетворенной группы, то есть мы минимизируем самое сильное недовольство, если минимизировать самое сильное недовольство нельзя, то мы минимизируем второе по силе недовольство, если оно уже на максимуме, то мы минимизируем третье по силе недовольство, То есть мы берем самых недовольных, самых желающих отколоться и сделаем им получше. Если уже им лучше нельзя, посмотрим на вторую по недовольности группу. Ну давайте посмотрим. Самые недовольные у нас кто? Самые недовольные у нас большая коалиция. Но большой коалиции сделать лучше нельзя, к сожалению. 42, меньше чем за 42, не построишь. Поэтому смотрим дальше. Вторая по недовольству группа. Это 477552. Наименее довольные коалиция из второго и третьего игрока. Она может как бы заявить остальным игрокам. Вы посмотрите, вы все в шоколаде минимум на четверочку, а мы в шоколаде только на 2. Мы недовольные. Ну то есть как бы все в шоколаде, но у вас достался от этого дележа по сравнению с индивидуальностью профит то 4, то 7, то 5. А у нас профит всего 2 от этого дележа по сравнению с откалыванием. И вот они поэтому недовольные. Давайте подумаем, можем ли мы увеличить эту двойку? Можем ли мы увеличить выигрыш самой недовольной группы? Ну давайте смотреть, как мы можем увеличить вот этот выигрыш. Ну клевус говорит, что надо увеличивать выигрыш самых недовольных, чтобы ситуация была устойчивой. Ну вот этот 0 хотелось бы приоритетно увеличить. Он конечно меньше чем 2, но его нельзя в силу эффективности. Нам неоткуда взять лишние деньги. Соответственно, как можно увеличить выигрыш второго и третьего игрока? Ну очевидно только за счет первого эффективность. Поэтому если мы хотим увеличить вот эту двоечку, да, то мы что обязаны сделать? Если мы хотим увеличить выигрыш самых недовольных, то выигрыш второго и третьего игрока в силу эффективности можно увеличить только пожертвовав первым игроком. Только пожертвовав четверочкой. Другого варианта увеличить выигрыш второго и третьего игрока нету. Но, соответственно, давайте это сделаем. Мы убираем, то есть это новое предложение, давайте его, это новое предложение, давайте как-то его назовем там, пусть будет Y. Вот, то есть первому игроку мы будем платить поменьше, то есть у него пусть будет 3, да, то есть вот здесь вот, а, надо, наверное, не только выигрыши писать, но и дележ, да, давайте, значит, напишем наш Y кандидат, да, Y кандидат. Мы у первого отнимаем, то есть мы ему заставляем платить троечку, и скажем мы эту единичку, ну давайте подумаем, кому ее распределить. Мы можем эту единичку дать второму, можем третьему, ну давайте дадим второму, потом посмотрим, может быть еще придется в несколько итераций искать нуклеолус. Давайте пока дадим второму, да, значит, мы с первого берем 3, со второго мы тогда, соответственно, берем в качестве расходов 4, а с третьего пусть будет 35, ну такой вот переделили. Соответственно, давайте смотреть, как поменяется выигрыш каждой коалиции. Ну, поскольку первого мы заставили платить больше, то удовольствие у него упало, удовольствие у него 3. Второму мы удовольствие увеличили, значит, удовольствие у него 8, третьему мы ничего не поменяли, у него удовольствие 7. Первому, второму мы удовольствие не поменяли, у него удовольствие 5. Второму, третьему мы удовольствие увеличили, мы бригаду из 2-го, 3-го заставили платить меньше. Давайте тут для удобства линию проведем, потому что вот это вот эта линия 1-й, 2-й, это 1-й, 3-й, это большая коалиция, вот теперь мы не запутаемся. Соответственно, мы, поскольку деньги от первого заставили платить, а второго заставили платить меньше, то 1-й, 3-й проиграл, они теперь четверочку платят, выигрывают, да, и, соответственно, зато 2-й, 3-й стали выигрывать вместо двойки тройку, да, а тут 0. Вот, и здесь уже максимальное недовольство, оно упало, да, ну, 0 вот это изменить мы никак не можем в силу эффективности, зато, смотрите, самые недовольные теперь получают 3, да, самые недовольные получают 3. Вопрос, можем ли мы эту цифру еще увеличить, да, то есть они вот довольны на 3, может быть, можно побольше сделать, но ответ в силу антагонистичности, конечно, нельзя. Вот эту тройку увеличить, почему? Ну, потому что, если я хочу вот эти обе тройки поднять, да, то я должен от 2-го и 3-го перекинуть первому или от 1-го перекинуть второму, третьему. То есть я могу тройку вот эту увеличить за счет этой тройки, но не могу сразу 2 тройки поднять. Окей, хорошо, значит, мы уже понимаем, что первый должен платить 3, а второй и третий в сумме должны платить, соответственно, 39. Но давайте посмотрим на следующую по недовольству или по минимуму удовольствия группу. Следующая по минимуму удовольствия группа — это первый и третий. Первый и третий сейчас у меня довольны на 4 очка. Они по сравнению с конфигурацией от колодца и жить отдельно в лесу и строить дорогу от шоссе, да, отдельно, не связываясь со всеми с этой вот кооперативом, они получают удовольствие 4. Вопрос. Они теперь самые недовольные. То есть 0 я уже не могу улучшить, 3 я уже не могу улучшить. Вопрос. Могу ли я подправить четверочку? Давайте подумаем, могу ли я подправить четверочку. Могу ли я увеличить выигрыш первого и третьего игрока, но при этом не потрогав первого, не потрогав второго и третьего? Ну, наверное, могу, но за счет кого, да? Смотрите. Могу ли я увеличить выигрыш первого и третьего, не тронув первого? Ну, ответ очевиден, что могу только за счет переброски между третьим и вторым. Ну давайте попробуем перебросить между третьим и вторым. Что я могу сделать? Если я, например, переброшу от второго к третьему полрубля, то что произойдет? Эту я не трону, эту я не трону, эту я не трону. Четверку я увеличу до 4,5, а вот эту пятерку я уменьшу до 4,5. И у меня, соответственно, самая недовольная коалиция из первого и третьего будет чуть более довольной. Дележ будет чуть более устойчив. Поэтому давайте еще одна итерация. Значит, мы предлагаем вектор z, который оставляет платеж первого троечку. Второго заставляет платить чуть больше, 4,5, а третьего заставляет платить чуть меньше, 34,5. Ну давайте посмотрим удовольствие каждой коалиции от вектора дележа z. В табличку я пишу удовольствие каждой коалиции. Первого мы не трогали. Он, соответственно, сам должен заплатить 6. Ему в векторе z предлагается платить 3, поэтому он доволен на 6-3 на 3. Второй. Сам бы он заработал 12, ой, заплатил 12. Тут ему предлагают заплатить всего 4,5. 12 минус 4,5 это 7,5. Значит, второй доволен на 7,5. Третий. Сам бы он заплатил 42. Ему за ту же дорогу предлагают заплатить 34,5. 42 минус 34,5 это тоже 7,5. Ну дальше смотрим коалиции. Да, коалиция из первого и второго игрока. Она должна была бы заплатить 12. У нас коалиция из первого и второго игрока платит 7,5. 12 минус 7,5 получаем. Коалиция из первого и второго выигрывает 4,5. Коалиция из первого и третьего тоже 4,5 выиграет. Коалиция из второго и третьего выигрывает по-прежнему 3 и большая коалиция 0. И вот здесь уже мы ничего дальше улучшить не можем. Большую коалицию, вот этот 0, поднять не можем в силу эффективности. Вот эту троечку, вторая по уровню удовольствия, самое маленькое удовольствие это 0 у большой коалиции, но мы его не можем поднять. Второе по меньшинству, второе снизу это удовольствие первого игрока и второго и третьего, но мы не можем их поднять. Не это не можем поднять, потому что чтобы его поднять надо это опустить, а чтобы вот эту тройку поднять надо эту тройку опустить. Поэтому эту тройку мы поднять не можем. Дальше, следующее по наименьшему удовольствию, это две коалиции первого-второго, первого-третьего. 4,5-4,5 у них удовольствие от коалиции. Но тоже мы не можем ничего сделать, поскольку выигрыш первого фиксирован. И менять мы можем только перекидывая второго-третьего игрока. Но если мы перекидываем второго-третьего игрока, мы одно из этих чисел будем поднимать, а другое опускать. А мы не хотим их опускать, мы хотим, чтобы они оба были побольше. Поэтому из этих двух чисел мы тоже не можем ничего сделать. Ну, собственно, и все. Значит, это найденное решение оптимально. В каком смысле оно оптимально? Давайте уточним. Оптимальность может быть несколько смыслов. И вот нуклеолус говорит, что мы подбираем решение, которое наиболее устойчиво. То есть, которое максимизирует удовольствие самых недовольных коалиций. То есть, мы делаем решение максимально устойчивым. И вот это и есть наш нуклеолус. Альтернатива вектору Шепли. В общем виде он ищется с помощью последовательного решения задачи линейного программирования. Но в задаче с тремя игроками можно вот так вот нехитро посмотреть баланс, куда что перекинуть. Так, чтобы самые маленькие выигрыши коалиции были побольше. Соответственно, все. Мы проиллюстрировали теоретикой игровой концепции вектора Шепли и нуклеолуса на задачи, где три поросенка строят дорогу до своих трех домиков. Соответственно, спасибо за внимание. И желающие могут решить еще задачки. Спасибо.